Итак, друзья, я снова с вами, теперь в роли организатора этого фестиваля. И сейчас я хочу представить нашего следующего спикера Елену Ронжес. Елена Ронжес, магистр психологии, мультимедиа-специалист, основатель и ведущая креатив-студии в Кёльне, в Германии. И мы очень ждем, что Елена сейчас появится здесь, и у нее удивительный мастер-класс. Она для нас подготовила, я буду с интересом за ним наблюдать и собирать ваши вопросы для Елены. Называется «Медиагигиена». Просто вот само название уже впечатляет. Я очень много исследую эту тему, потому что она очень важна, как не впадать в крайности в современном мире, не уходить жить в землянку, но и в то же время не присыщать детей теми средствами мультимедиа, которые на них сыпятся со всех сторон. Будет мне очень интересно узнать на эту тему мнение Елены как специалиста в этой сфере. Елена, я попрошу включить презентацию, она в комнате загружена. Юлия, добрый день, дорогие участники, добрый день. Помогите мне, пожалуйста, включить презентацию. Для меня эта система вебинаров новая относительно. С левой стороны, выше кнопки «Говорить» находится кнопка «Материалы». Показать экран, рисование материалов. Да, нашла. Зайди, пожалуйста, в «Материалы». Да, спасибо, извините за такие технические. Просто ты тогда сможешь встать сама. Да. Все, все, отлично. Я вас покидаю за 7 минут до окончания. Я вернусь с вопросами к Елене. Добрый день еще раз всем, дорогие участники. Рада вас видеть в таком виртуальном нашем пространстве. И, как Юля уже сказала, меня зовут Алена Ромжес. Я занимаюсь медиапсихологией, психологией творчества. И буду очень рада, если мои сегодняшние информации и знания окажутся для вас полезными. Ну, во-первых, все вопросы, которые у вас будут, вы можете писать. И потом Юльич по мне их в конце нашей встречи все вместе соберет и предложит. Я сразу же отвечу на них. Во-вторых, немного два слова обо мне. Почему я готова вам рассказать что-то на эту тему. Ну, мультимедиа и виртуальными, и компьютерными делами, и реальностями я занимаюсь с конца прошлого тысячелетия. Страшно сказать. Вот. Образования у меня много и различные. По моему немецкому образованию я мультимедиа-специалист. Поэтому очень люблю эту тему и считаю ее замечательной при грамотном использовании. По моим украинским высшим образованиям я управляющий производства. И по моему второму высшему образованию я магистр психологии. И это, в общем-то, основная моя в данный момент деятельность. Медиа-психология и психология творчества. Меня вы можете найти на Фейсбуке, если у вас будут какие-то ко мне вопросы или отзывы. Буду очень рада вас там видеть. Итак, наша сегодняшняя встреча – медиа-гигиена. Антивиртуал, антивиртуал, антивскобочках, потому что виртуальная реальность вошла в нашу жизнь очень сильно, особенно сейчас, в период пандемии. И если раньше были такие поползновения, желания отгородиться от кибертехнологий, то теперь мы видим, что они нужны при грамотном их использовании. Я полностью согласна с Юлей, как она это заметила, без фанатизма и без отказа и без жизни у землянки. Мы найдем такую гармоничную золотую середину. Сразу же скажу, что мне немного сложно сегодня говорить, потому что времени у нас немного, а сказать масса всего чего можно. И я поэтому постараюсь, ну хотя бы так в общем и вкратце, ну затронуть как можно больше. Если у вас будет желание, чтобы мы глубились как-то, сообщите об этом Юле, может быть, будет целесообразно как-то расширить это наше дело, нашу встречу. Итак, сейчас разберусь, как листать презентацию. Да, первый наш пункт – как экологично относиться к цифровым технологиям. Ну, можно заметить, что было, да, относительно недавно, ну, как я уже сказала, сейчас из-за пандемии мы, как все сели дома, многое очень меняется, поэтому я буду говорить с обрядкой на предыдущий период, но в то же время учитывая то, что сейчас у нас в мире происходит. Ну, вот на схеме я нарисовала такую линию и как две крайности, это полное слияние, это когда поглощает уже полностью весь виртуальный мир, киберут все эти технологии и там уходят туда с руками, ногами, рогами и всем хвостами, да. Это одна крайность. К сожалению, многие родители обращаются с такими проблемами, что подростки все там, ну, не все, слава богу, ну, вот многие, да. Есть другая крайность, отказ. Вот на схеме вы можете видеть один кружочек, с другим никак не пересекается, да, значит, ну, взаимодействие ноль, дополнение ноль. Я должна сказать, что некоторые последователи Монте-Сори педагогики, Вальдорфской педагогики в особенности, да, ну, склоняли их к такому отказу максимально, насколько возможно, минимизировать в жизни присутствие своих такой технологии, да. Это, в принципе, могло бы быть возможным, если бы это был какой-то микросоциум, который с большим миром, ну, не сильно пересекается, или есть его отдельные представители, которые в общий большой мир, который подразумевает под собой обязательное присутствие в медиапространстве, это коммуникации, там, платежные системы, там, это просто может быть удобно. Кстати, вот интересно, что, например, семья Стива Джобса, его дети, они как раз, у них был отказ от этих технологий, благодаря семье, благодаря папе, и вот таким представителем во внешнем мире оказывался папа, который очень хорошо владел этим всем, да, то есть, в общем-то, как мы дальше можем тоже увидеть, многие очень авторитетные и очень активные деятели, ребята-творцы из Кремниевой долины в том числе, придерживаются того, что эти цифровые технологии замечательные, они совсем не для детей, а если для детей, то в очень небольшом дозированном таком количестве. Вот, ну и это как две крайности, а посредине находится такая золотая середина, это использование, в общем-то, то, к чему и мы призываем всех абсолютно относиться, как относиться к этим кибертехнологиям цифровым, как к инструменту, это прекрасно, это замечательный инструмент, который дает столько возможностей, вот классных, просто потрясающих, ну, новых направлений творчества и коммуникации, стирает и границы территориальные, и во времени, то есть, если рассматривать это как камень, который можно расколоть орех или расколоть кому-то голову, да, так это просто инструмент великолепного такого качества, да. Вот если мы к нему и относимся, как к инструменту, он тогда не поглощает нас и нашу жизнь, и не становится тем, что управляет нами, поглощает психику, душу, смысл жизни, и в то же время это не становится каким-то таким запретным плодом или что-то таким враждебным, на что надо кидаться с вилами или отказываться говорить это мировое зло, там, дьявол и всё остальное. Это две такие крайности. Кстати, очень интересно, вот такие две крайности описаны в старом романе Артура Кларка «Город и звёзды». Может быть, кто-то из вас считал, это вообще такой фантаст, как предсказатель, да, научный фантастик. И вот такие вот глобальные разрывы, или мы совершенно от этого отказываемся, и развиваем себя, внутренний мир, способности, которые, ну, заглушены, мы, к сожалению, далеко не полностью используем возможности наши собственные, да. И другая крайность была, там, город Диаспор, да, где люди как раз поглотились в полном смысле в цифровые технологии. И потом в конце романа, естественно, эти два мира сначала сталкиваются, а потом приходят к золотому такому взаимодействию, да, и это уже перспективы на будущее. Я предлагаю не ждать вот этого большого разрыва и столкновения, а гармонично развивать и самих себя, ну, в первую очередь и детей наших, конечно, не, в первую очередь самих себя, потому что дети уже делают то, с чему мы их учим и своим примером в первую очередь. И в то же время использовать очень хорошо и грамотно, и классно все вот эти наши возможности, которые с каждым днем просто, ну, это, ну, это взрыв новых каких-то вот горизонтов просто. Что для этого нужно? Ну, конечно, для этого нужно развиваться самим. Так, едем дальше. Что же формирует отношения, вот, ну, в том числе и кибертехнологиям, и самой личности тоже у детей? Ну, конечно, и взрослых тоже, но и у детей. Так как у нас наша встреча все-таки это Монтефест, это образовательные системы, ну, я думаю, что многие хорошо знают, что это такие три кита – наследственность, среда и обучение. Эти киты друг с другом постоянно взаимодействуют, и, ну, можно сказать, что один другого определяет, да? Если ребенок чувствует, что в каком-то из этих трех моментов отношения, неважно, это цифровые технологии, речь идет или о чем-то другом, разные совершенно, то есть разные векторы. Ну, вот, скажем, в школе, вернемся к вальдорской школе, мои дети учатся в вальдорской школе в Кельне, я очень рада, что мы получили там места. Да, это очень, кстати, сложно у нас в городе, две вальдорские школы, они очень полны, поступить туда сложно, потому что большой конкурс, говорят, что будут строить третью школу, посмотрим. Это роднит, и я веду многие проекты тоже, в том числе, в сотрудничестве с школой вальдорской. Я также работаю с другими школами, гимназией Кельнской, Кизам Шули, это общеобразовательная школа, поэтому я рассматриваю системы с разных сторон, и мне очень повезло в этом, и поэтому я могу делать разные выводы, в том числе и на практике. Вот, и, значит, если вальдорская школа, еще недавно говорила, категорически нет никаких вот гаджетов в школе, точно нет, да, то теперь вот с приводом к пандемии, конечно, ведут немного, и в соответствующем возрасте для соответствующих классов ведут онлайн-занятия, конференции, то есть это как-то сдвигается, да. Вот, так вот, если раньше вальдорская, допустим, школа говорили, что, ну, мы отказываемся для ребят, малышей от цифровых технологий, а ребенок приходит домой, и там бесконечно компьютерные игры, то получается такой конфликт, который, ну, конечно, во-первых, ничего полезного не приносит, а во-вторых, у ребенка получается такой раздрайв, верный путь к шизофрении, когда там говорят одно, там другое, да, и на что же тогда опираться? То есть, безусловно, нам нужно стремиться к тому, чтобы наследственность, среда и обучение, они, ну, поддерживали друг друга, да. Интересно, кстати, вот таким, что, знаю, уже под наследственностью мы можем рассматривать в рамках кибертехнологии. Это, конечно, если у предков и родителей других предков какие-то склонности к зависимостям. Если мы такое наблюдаем, то риск, что ребенку будет легко впасть в зависимость от виртуальных пространств и вот таких цифровых технологий, повышается. Ну, если кто-то из вас сталкивался с зависимостью или работает с ними, то знает, что это такой, даже уже не столь важно, о какой именно мы ведем речь, наркотическая, алкогольная или цифровая, это способ ухода от реальности. То есть, если где-то так вот складывается, что в какой-то семье реальность не могут наладить так, что им комфортно оставаться и стремятся как-то от нее уйти, то особое внимание стоит обратить на то, чтобы ребенок не оставался брошенным один на один с цифрой. Это такой легитимный совершенно в настоящее время способ уйти в зависимость. Ну и вроде бы это же ничего криминального и говорится. Интересный момент про наследственность и зависимости. Даже среди моих коллег-психологов есть такие, я наблюдаю случаи, что мама или папа живет своим делом, проводит многочисленные мероприятия, консультации, а ребенок-подросток в это время, и потом родители не сажалуются, что ну что ж такое, ну постоянно в телефоне или постоянно в играх, ну невозможно вытащить. И все. Интересный момент, что в этом случае у родителя тоже тенденция к уходу от реальности. То есть это зависимость другая. Когда мы говорим про зависимость, не обязательно думая, что это только вот пьяные люди валяются где-то на земле. Нет, они могут совершенно другие. Я думаю, эмоциональные зависимости от кого-то и все. Но все это сводится к одному такому корну, когда вот в этой обычной нашей реальности мы ее не наладили для себя до такой степени, что нам в ней комфортно. И вот эти другие возможности, в том числе и кибертехнологии, просто ее обогащают и делают красивее, удобнее, приятнее. То есть это то, что было о наследности. Среда. Ну обучение, это понятно. Это школьные системы. Мы о них чуть-чуть вкратце, я надеюсь, хоть немного успеем поговорить. Потому что каждая из систем по-разному имеет разный ракурс взгляда на все и на воспитание личности, и на формирование, и на использование при этом различных технологий, в том числе и кибертехнологии, цифровые, и среда вот между ними. Среда – это вот тот микросоциум, который получается между школой и семьей. То есть куда его ввели, где ребенок, с кем общается. Вот. Если в среде, а для деток это очень важно, после определенного этапа, когда мама, папа – это боги, потом учитель – это авторитет, и потом уже окружающие сверстники, единомышленники – это уже становится авторитетом. Для ребенка очень важно, он соответствует норме или нет. А норма, как мы тоже можем уже сделать выводы, норма формируется той средой, в которой мы находимся. Можно находиться в одной и той же школе, в одном и том же городе, быть соседями, но понятия нормы могут быть разные, потому что кто с кем, где как общается, и что где принято. Вот на предыдущем мастер-классе в вопросах, я видела, упомянули окна Айдертона, такие технологии, которые позволяют менять норму, как заблагорассудится, да, это рабочие технологии. Вот, поэтому обращаем внимание, какая норма находится в той среде, где ребенок, ну, больше всего проводит время, где какая для него среда важна. То есть если ребенок даже в школе, ему прививают одно, папа, мама говорят другое, или соответствуют школьным понятиям о отношении к чему-то, но он выходит, скажем, во двор, и у нас в Германии то же самое, у нас тоже есть, хоть небольшие, но дворы, где дети пересекаются друг с другом, и если там его компании норма принята другое, и говорят, ну, папа, ты не прошел еще уровень такой-то в такой-то игре, и он приходит, ребенок домой с каким-то помятым состоянием психики, что-то я вот где-то не доделала, я какой-то не такой, это тоже ему мешает, это вредит. То есть я бы советовала родителям, ну, потому что, получается, родители единственные, которые во всех вот этих вот трех средах, трех сферах больше всего влияния могут иметь. Они могут выбрать школу, где ребенок будет, они могут создать среду, с которой он общается, они могут через себя влиять на ту наследственность, которую он имеет, то есть работая с собой, меняя на наследственность ребенка. Я бы советовала родителям уделить очень большое внимание тому, где, что и как, и какие нормы окружают вашего ребенка. Это можно все формировать. Ой, я сейчас увлекусь и могу застрять здесь на часа полтора. Мы пойдем дальше. Итак, следующий момент. Разный подход школьных систем к дигитализации. Ну, главное сегодняшнее замечание, что за период изоляции многое изменилось, потому что, ну, практически почти все как-то ввели онлайн-обучение в свои программы. Некоторые школы просто перешли вот на такой же учебный день, но только он в онлайн-кабинетах проходит. Некоторые дозировано. Вот, поэтому все это все равно будет меняться. Но рассмотрим все-таки хотя бы кратко образовательные системы с точки зрения дигитализации, но через ракурс того, какие цели по формированию личности в них ставятся и какие отношения к творческому развитию. Почему это так важно? Сейчас я объясню. Потому что там, где идет акцент на формировании, именно раскрытия личности ребенка и формирование его как, ну, самодостаточного, так, физически такого полноценного человека, там и инструменты, в том числе и цифровые инструменты, они используются, ну, как инструмент возможности, для потребности ребенка что-то вот реализовать, да. Вот, то есть там больше такой вот ракурс, да. Ну, вот, я бы сказала, что, и опять же, я опираюсь на тот опыт моих многих лет, в который я сотрудничаю с разными школами в Германии. Вполне возможно, что в других странах это как-то иначе, но насколько я вот отслеживаю и, в общем-то, работаю с этим, ну, общие тенденции всходные, скажем так, да. Значит, традиционная образовательная система, которая, вот, государственная, да, она с целью своей ставит формирование такого члена общества, который будет подходить под, ну, скажем так, госзаказ на следующие, там, десятилетия. И цель развития каких-то вот личностных качеств, или будь таким вот какой ты родился, ну, вот это, чтобы... Стань собой, чтобы обогащать собой мир, идет через ракурс того, чтобы как, ну, ребенка можно применить в вот этой госсистеме, да. То есть это такие члены общества, в первую очередь, ну, разного уровня. Там тоже гимназия у нас вот есть там, или реальная школа, то есть разные социальные такое разделение идет. И, соответственно, ракурс использования цифровых технологий тоже идет через вот эту вот призму, да. То есть рабочим, будущим рабочим специальностям меньше считается, что это нужно. Гимназия, которые ориентированы дальше на поступление в ВУЗы, им нужно это больше через разрез поиска информации, работы с цифровыми технологиями, презентации. Ну, и вот в таком вот ракурсе. И между ними есть тоже другая там прослойка школ, вот, которая, ну, такое, как среднее между этим, да. И самое интересное, что в Германии до определенного момента, то есть еще до прошлого года, дигитализация в школах была не развита. Вот, странно бы, казалось бы, парадокс, да. Только в прошлом году было такое, в 2019, там, дигитальный пакт, это цифровой пакт такой, сделали проект, что государство финансировало, ну, очень хорошие, большие такие вложения в техническое обеспечение всех школ, которые, ну, на это подают заявку. Взамен школа должна была обеспечить образование преподавателей в этом, то есть государство оплачивало технику, а школы должны, ну, с этой техникой что-то сделать. Ну, и тоже был очень такой щекотливый момент, что многие школы, где-то очень воодушевленные учителя с радостью это воспринимали, что они знали, что с этим делать, они представляли, бум, и сейчас вот так, и вот так. А многие, которых время на это нету было освоить и так войти в цифровой мир, они с ужасом и паникой это воспринимали, потому что, господи, что ж с этим всем делать, да. Ну, сейчас нынешняя пандемия как-то это все там более-менее гармонизировала, и теперь даже со скрипом те, которые раньше говорили, боже мой, категорически нет, но они уже выходят в цифровые вот эти высокие технологии. Вот, например, на Фейсбуке есть группа немецких учителей дигитальные занятия в школах, в которых я тоже состою. Очень интересно наблюдать, как действительно развиваются вот разные системы, где могут проводить занятия, то есть не только пресловутый Zoom, который, кстати, не рекомендуют здесь использовать из-за охраны данных, вот, но, тем не менее, все равно он очень широко используется, но официально он не рекомендован. И появляется все больше и больше возможностей, и даже те преподаватели, которые раньше, ну, очень или скептически, или негативно относились к этим возможностям, они уже начинают замечать в них такие, в общем-то, классные инструменты, когда, ну, действительно можно и показать и больше, и с другого ракурса, и параллельные процессы запустить. Но надо оговориться, что это все должно быть в соответствии с возрастом ребенка, ученика, то есть именно вовремя, как тоже Юля сказала замечательно в предыдущем мастер-классе, что каждая музыка тоже, она не вся подходит к младшим возрастам. Точно так и цифровые технологии, они в первую очередь для взрослых, в первую очередь, а для детей они должны быть повернуты специальным ракурсом. Вот. И постепенно, постепенно, значит, дигитальное обучение все больше и входит, и большая часть его останется, и когда снимется карантин и прочие дела. Но нужно заметить, что, тем не менее, личное обучение, то есть присутствие, оно имеет несравненно больше эффект и глубину включения и восприятия. И есть такое мнение, сейчас вот все больше распространяется в определенных кругах, что обучение вживую, это станет частью элитарного образования. То есть, конечно, на онлайн перейдет многое, но заменить полностью, то есть для какого-то сегмента это будет прекрасная замена. Но все равно личное присутствие вот этого нахождения в среде, те какие-то, ну скажем, вибрации, которые не передашь на камере, я по себе это тоже знаю, и для меня это два абсолютно разных состояния. Это онлайн-встречи и это вживую. Я бы с удовольствием сейчас вот стояла бы перед вами в зале и видела вас, и я бы больше понимала какой-то отклик и ваши состояния вибрации. То, что еще покажут цифровые технологии, не научились передавать. Я не знаю, научатся ли такое делать, вот это волшебство, волшебное личное общение и присутствие. Ну и, конечно, как вы, наверное, все знаете, вполне возможно, в Монте-Сори системе и вальдорфская школа стараются минимизировать. Вальдорфская школа вообще как можно больше там отказаться от цифры, да? А традиционная система использует так, как она считает это удобно и насколько позволяют ресурсы каждой конкретной школы и каждого конкретного учителя. Сейчас появляется тенденция такие вот Apple-классы или iPad-классы, или цифровые классы. В Америке этот период уже пройден. Там это, ну, потому что из Кремниевой долины идут эти технологии, да? Весь мир собирает туда гениальных творцов, таких авантюристов, которые хотят это делать, вкратце потом тоже об этом поговорим, и оттуда оно расползается вот дальше по всему миру. Там были уже этот период, ну, скажем, пройден, эйфории от цифрового обучения. К сожалению, несколько лет, ну, годы опыта такого показали, что дети умнее от этого не стали. Даже в некоторых моментах, ну, может быть, поедели, что цифровое обучение как-то, ну, больше там, я имею в виду старший класс, по старшей детке, да, вот, ну, промотивирует им, будет интересней. Может быть, им интереснее-то и было, но умнее показания, к сожалению, обратные, да. Вот, поэтому все-таки опять вводится, что цифра – это просто инструмент, но не манна небесная и не вот сейчас все будет как… То есть человек все равно остается на первом месте, конечно же. Так, пойдем дальше, чтобы все… Если вдруг останется время, я с удовольствием вернусь и еще подробнее расскажу. Ну, постараюсь сначала все обязательное. Вот, какие можно дать возрастные рекомендации? Вот я здесь сделала такую табличку по годам. Она не привязана к какой-то одной конкретной либо образовательной системе, либо ракурсу, взглядом – это такие вот рекомендации медиапсихолога с учетом возрастной психологии и всех тех многочисленных факторов, когда вот формируется ребенок. Это и нейропсихология, какие синапсы там, когда формируются, миелином покрываются, и это освоение предметного мира. То есть это такие, ну, можно сказать, ну, почти универсальные такие рекомендации по времени и по тому, что именно вот как это используют. Опять же, оговорюсь, это очень общее предложение, потому что в каждой конкретной ситуации может быть, ну, совершенно другой подход. Ну, вот если мы рассматриваем так в целом грубо, да, то для дошкольников, ну, да, от нуля до трех лет – это вообще точно никаких экранов, это совершенно не то, что не нужно, это навредит ребенку, да. Можно, к сожалению, все чаще наблюдать, когда мамы, мужы, там, замученные бытом, замотанные хозяйством или там, не знаю, чем, дают ребенку планшет, и, значит, ты вот так раз и выключил. Ну, понятно, что, наверное, это, конечно, удобно, но вред, который наносится формированию психики, он настолько, ну, трудно описать, потому что там столько всего, которое… Оно выстрелит не сейчас, оно догонит потом, во взрослой жизни, в подростковом периоде. Поэтому, ну, конечно, для малышей вообще никаких гаджетов. Как бы ни было, это удобно. Конечно, нужно работать родителям над собой, чтобы придумать, а чем так вот его увлечь, занять, чтобы где-то… Да, но это возможно. Причем подтверждение тому то, что это новые технологии, предыдущие поколения росли-росли и были живы, выросли, да. То есть как-то можно придумать и без этого, да. Детки уже постарше, это с 4 до 6 лет, можно им… Ну, потому что они находятся в нашем мире, а каждый из нас, из вас, мы все там или с телефоном, и они видят, что в этом мире цифровые технологии используются активно, да. Чтобы они не чувствовали себя, ну, как-то отодвинутыми от них, есть ли у них в этом есть потребность и интерес, если они не проявляют интерес создать другим, не торопите. Так, поверьте мне, как мультимедиа-специалисту, который еще несколько лет тоже работал медиапрограммистом, да, созданы все интерфейсы так, что вы бегом этому научитесь. То есть если есть какие-то волнения, что ребенок может что-то упустит и чему-то не научится, что будет важно, отбросьте эти сомнения. Интерфейсы созданы настолько просто, что интуитивно не только они подскажут вам, вы быстро научитесь, если захотите, а еще и втянет, еще и попробуй оттуда выберись. То есть не переживайте, что там упустит и отстанет. Не отстанет. Еще быстрее у вас все это дело освоит. Поэтому с 4 до 6 лет минут по 15 мультики образовательные вместе с родителями, обязательно вместе с родителями. Это нормально, это можно, это возможно, потому что где-то на каких-то примерах так визуальные сказки. Но опять же, чтобы это была граница временная, и чтобы рядом сидел взрослый, который как-то расскажет о чем это, какую-то эмоциональную реакцию выдаст, чтобы это не было где-то что-то из другого мира и ушел. Дальше. Это начальная школа. Ну, желательно максимально полчаса в день. Максимально. Ну, хотя опять же, возвращаемся к нынешний период пандемии. Получается, что общение, например, с родственниками, с которыми не советую встречаться, чтобы не навредить им пожилым или те, кто живет далеко. Это, например, даже видеоконференция по скайпу или где-то. Ну, это же тоже цифровые технологии. Я знаю массу примеров, когда бабушки читают деткам, совсем даже маленьким, в том числе, сказки издалека. Бабушка в одной стране находится, а детки в другой стране. То есть это тоже входит в это время. И иногда нельзя сказать, что ребенок в это время сейчас там зависит. А это тоже коммуникация, это тоже цифровые технологии. Поэтому 30 минут максимум в день – это когда он там поглощен. Это, например, обучающие мультфильмы могут быть. Опять же, рядом, это вместе со взрослыми. И я бы советовала прививать уже в этом возрасте отношения как к инструменту, не к какому-то чуду. Ох ты, у меня есть там последний айфон, а сколько он стоит. Это тенденция тоже есть, особенно у мальчишек. То есть соревновательный меряющий. У кого больше айфон, возможностей и все остальное. Это неконструктивный подход. То есть родителям надо бы тогда и преподавателям, если они это заметили, увидеть, что за этим стоит. То есть за этим стоит нежелание какого-то гаджета. Они все равно не понимают, чем он отличается от предыдущего. За этим стоит другое. Там потребность в признании, соответствовать чему-то, не быть каким-то ущербным в сравнении с кем-то. А это уже другие психологические вопросы, которые с цифровыми технологиями не связаны. Кстати, так получается, что подмена такая вот иногда происходит. Нам, конечно, что вот это вот там решит. И у взрослых в том числе. А причина часто в другом совершенно. Ну, вернемся к деткам. И я бы советовала в этом возрасте с 7 до 10 лет уже показывать, как, например, можно найти, допустим, дорогу по навигатору, как можно использовать, допустим, ну, вот у нас это распространено, во сколько какой поезд уезжает, там, расписание чего-то. То есть показывать, как вот этой штукой можно пользоваться для того, чтобы реальная жизнь была удобней, краше и легче. В общем-то, для этого оно все и создано. Вот. И если у ребенка нет вот этого ощущения, что это вот вырастешь тогда, это еще тебе недоступно. Но он этим просто пользуется, как ручкой, там, как это по делу в свое время дозировано. И с какой-то целью, и он видит, что родители это делают, то, ну, по-моему, это нормально. Вот. 11-12 лет – это уже такой период, когда можно уже и обучение в игре проходить, и общение. Вот. Я знаю тоже много семей, у которых, в том числе и мои тоже дети, да, друзья живут в других странах. Вот мы где-то встречаемся, а потом они разъезжаются, и общаться они могут только через вот эти наши замечательные цифровые технологии, да. Таким образом, и даже языковые возможности, и способности расширяются. Не все из этих друзей могут говорить, например, по-немецки. И таким образом, мои дети русский язык улучшают и улучшают, потому что им нужны им пользы, им хочется это делать. То есть если мы используем вот это все для каких-то целей, когда мы развиваемся, то это правильно. Вот. Зачем же отказываться? Ну, знать, что с этим делать. Вот. Фильмы, есть замечательные работы, действительно, кинематографа как искусство, где развиваются и тонкие чувствования, и эстетические понятия прекрасного, да, и исторические. Тоже это нужно все использовать грамотно, вовремя, в дозированных рамках. Желательно вместе со взрослым, который, ну, тоже может выразить какое-то свое дополнить чем-то, свое отношение эмоциональное, показать ребенку, что вы здесь вот так, может, что-то где-то еще рассказать из своей личной там истории. То есть это тоже замечательные инструменты, которыми не надо пренебрегать. Ну, не надо бросать на самотек, вот если оставить ребенка и YouTube вместе, я не сомневаюсь, что узнаете. Потом предлагаю, что еще ты можешь посмотреть. И то, что предложат, может быть настолько ужасающе, что это категорически нет. И вот этот, то есть контент бывает совершенно разный. И выбор контента, это уже полагается на взрослого, и это громадная ответственность. Это как раз вот то, что формирует все мировоззрение, психику, отношения, того, кому вы этот контент дадите. Поэтому не оставляйте их на неделе. Вот, следите, что там происходит. Ну, обучение в игре тоже. Есть замечательные приложения, которые, ну, и учебу по школьным предметам, и внешкольные, и какое-то развитие навыков. То есть смотрите, и появляются многие такие вот вещи ценные действительно. Но исключайте то, что, ну, просто пожирает время и разрушает, и уводит от реальной жизни. Такого, к сожалению, значительно больше. То есть цифрового мусора любого очень много. И приложений, информации. Это касается всех, кстати, взрослых. Выбор того цифрового контента, который мы и дети, и все мы потребляем, ну, пожалуй, в цифровую эпоху решающая, как сказать, призма того, что мы видим в мире становится в некотором смысле. Я видела, готовясь вот к нашей сегодняшней встрече, я видела, что, например, в App Store есть приложения от Montessori обучающие. К сожалению, некоторые из них написано, что рекомендованы для маленьких детей, это бы, вот, совсем маленьких, это я бы убрала это, да. Но в то же время там есть приложения, которые для деток уже, ну, вот так постарше, и вполне возможно, что это как раз вот то, которое помогает в системе дозированно, ну, развивать то, на что система ориентирована. Но, опять же, оговорюсь, это ограниченное время и, соответственно, возраст. Дети с 13 до 15 лет, которые уже почти дети даже, ну, естественно, что игра и мультики значительными уходят на задний план в этом возрасте. А вот тот, который час, ну, желательно, чтобы это был максимально час. Ладно, уберем образование школьное, когда это, ну, просто они в классе, скажем так, цифровом сидят, да. Но чтобы, желательно, чтобы максимально час был на общение, на контакты, ответить там что-то, спросить, все, чтобы выводить в реал больше, пусть даже звонки это будут, да. Вот, это в первую очередь становится обучение, поиск информации и самовыражение в виде творчества. Я здесь так речь вам написала. Это, кстати, 11-12-летние детки тоже, и даже, может быть, даже детки там 9-10 лет. Например, вот есть много приложений создания мультфильмов, да. Это прекрасное дело. Вы можете создавать из живых, ну, живых, да, из предметов реального мира, стоп-моушен-анимация или видео. Это, получается, как творчество выходит на дополнительный еще такой уровень. Это можно делать и как сказка-терапию. Это можно делать как изобразительность. И вот это чувствование пространства, и как вот, как психология, расстановки, да, кто где стоит. Это замечательный инструмент. Тоже, если им грамотно воспользоваться, можно создать прекрасные вещи. И тогда это ты же не зависишь, а ты просто используешь это для того, что ты хочешь добиться, да. То есть поставленная цель сделать готовый продукт. Дети невероятно горды, когда у них что-то такое получается. И это, правда, ценные такие штуки, потому что не каждый взрослый это умеет, да. Вот. Ну и 16-18-летние – это уже вообще, считай, это и не дети. И дальше можно сказать, что это уже и для взрослых туда вот рекомендации, да. Желательно максимально 2 часа в день. Опять же, это, повторюсь, это цифры максимальные. То есть, ну, чем меньше-то, тем лучше, да, но в разумных пределах, да. Конечно, это самовыражение и креатив на первое место выходят. Сколько сейчас вот всяких подкастов, сколько всяких аккаунтов, где там трансляции ведут себя, показывают что-то, челленджи и так далее. Подавляющее большинство ерунды. Но есть замечательные ценные вещи, когда можно действительно чему-то научиться и научить других. То есть, давайте использовать это как инструмент просто. Вот. Двигаясь дальше, чтобы все успеть. Как предотвратить киберзависимость? Ну, повторюсь, что зависимость, она зависимость есть. Чем отличается киберзависимость? Тем, что она легитимная. То есть, вы ничего не нарушаете, сам себе там вылетел и все. Но, тем не менее, это деструктивно влияет и на жизнь, и на психику, и на личность. Что можно порекомендовать, чтобы это предотвратить? Первое. Это безопасное создание у себя, для себя, безопасной реальности для ребенка, в том числе, в первую очередь. Чтобы не было потребности спрятаться, отойти, отграничиться как-то от того, что где-то происходит. Особенно нежные, дерзкие души, которые болезненно реагируют и на взаимоотношения родителей, и на отношения с педагогом. К сожалению, не в каждой системе педагоги уделяют большое внимание, что чувствует ребенок, при том, как он себя с ним рядом ведет. И отношения со сверстниками. То есть, если тут плохо, то хочется куда-то спрятаться, уйти. По той же причине и взрослой реальности, и зависимости случаются. То есть, создание такого пространства, в котором хорошо, это первый предиктор того, что зависимости не случится. Следующий момент. Вот эту безопасную реальность наполнить тем, что тебе интересно. Хобби, интерес к учебе, такая вот включенность в реальную жизнь. То есть, то, что в ней радует, где ты, может быть, эти цифровые технологии, может, применишь как инструмент, и не будешь как-то их возносить и как-то считать, что вот оно, вот оно. А просто будешь, ага, хорошо, это используешь, это сделали, это вот как-то. То есть, и чем реальнее это хобби, чем оно больше взаимосвязано с реальным миром, тем для ребенка это ценнее. То есть, вот в детстве вот эти бесценные навыки общения с живыми людьми, общения с реальным миром, познания реального мира, нахождение своего места в нем, то есть реакции на все. Это, ну, заменить цифрой невозможно. И чем больше времени ребенок будет уделять именно нахождении себя в мире реальном, тем легче, ну, тем легче все будет, и дальше у него будет происходить и обучение, и взросление, и профессиональное какое-то нахождение своего места, реализация. Ну, и, конечно, хобби и интересы на первом месте стоят, потому что они показывают, к чему ты тогда стремишься, да. И тогда, опять же, повторюсь, нету потребности заменить вот это время, эту жизнь на то, что где-то в виртуальном киберпространстве есть, да. Потому что тебе и так тут хорошо. А количество времени у нас ограничено, поэтому или то, или другое часто приходится выбирать. Еще один хороший такой момент – события. Наполняя свою жизнь событиями, мы обогащаемся и сами, да. Поэтому детям необходимо создавать такие какие-то пункты, которые будут отличаться от повседневности. Я тоже наблюдаю часто, что дети, кстати, вы знаете, что YouTube-каналы, самые миллионники, самые огромные – это производители детского контента. О чем это говорит? О том, что дети сидят, не вылазят оттуда, и все, и, ну, я смотрю, что за контент предлагается. В основном это то, как живут интересно и радостно другие. Понимаете, если есть в своей жизни интерес и радость, и тебе в ней классно, потребность смотреть, как интересно живут другие, становится меньше. Ну, понятно, что в современных скоростях родители и туда, и сюда, и бегут, и потом-то уставшие, и все. Но так можно упустить маленькую жизнь, и он не научится быть собой, не поймет. Вот самое ценное за детство и вот до подростка – это найти себя, понять себя. Если ты в цифре, ты этого, к сожалению, не сможешь. А наполнение жизни событиями, во-первых, обогащает, а во-вторых, показывает твою реакцию на это. Ну, пусть они будут разными. Конечно, чем больше красивых и классных, и добрых, это правильно. Но в то же время события, которые связаны с кем-то, может быть, грустью, или, может быть, какие-то не очень такие радужные, простые, они тоже обогащают душу. И, конечно, грамотно их тоже надо вводить, из них тоже жизнь состоит, чтобы потом не было шока от встречи с реальной реальностью. Живое общение. Это вообще всё. Незаменимый момент, который ценнее его нету. Я очень советую тем, кто интересуется этой темой, посмотреть фильм. Недавно он вышел. Интервью Дудь, Юрия Дудя, с русскоязычными резидентами Кремниевой долины. Там, ну, красной нитью проходит то, что, я думаю, подпишутся под чем каждый из вас. Неважно, чем ты занимаешься, в первую очередь, и этими технологиями, тоже без живого общения, то есть навыка коммуникации, качественной, без творческого подхода, без веры в себя и в свои силы, не будет ничего. Вот, поэтому этому нужно учить с детства, и это самое ценное. Если есть, приходит друг, гости, и дети сидят в гаджетах, это не совсем то общение, которое действительно им хотелось бы. Конечно, я говорю не о школе, так как у нас Монтефест, я понимаю, что вы, как Монте-Сори, последователи и преподаватели, ну, не допускаете такого, безусловно, да, но дома может происходить всякое, да, вот, и, ну, у нас, наверное, не только Монте-Сори родители здесь есть сегодня слушают. Если дети друг с другом общаются через цифровые технологии, сидя рядом, это что-то неправильное. То есть вот эта ценность живого общения, с ним нужно что-то предложить что-то другое, там, пока, или просто, ну, бывает, и так вот, все убрали, забрали, нет, общаемся вживую. Ну, в общем, каждая ситуация по-разному там решается, но на нее надо обратить обязательно внимание. Этому надо научить с детства. И последний пункт, на который я хотела обратить внимание, медиагигиена. Это относительно новое такое, что вошло в нашу жизнь, и многие взрослые этим пренебрегают. Хотя, если спросить, или там перечислить, то скажут, да-да-да, конечно-конечно. Тем не менее, если посмотреть на реальность, и они сами посмотрят, то медиагигиены, к сожалению, пренебрегают очень многие. Что это такое? Это то, как ты обращаешься с цифровыми технологиями, компьютеры, ноутбуки, смартфоны и все остальное, насколько ты от них зависим, первое, и второе, как ты, медиаэтика, да, как ты в них себя ведешь. Это громадный просто океан темы, мы его сейчас не затронем, просто можем чуть-чуть, совершенно немножечко, вот медиагигиена, да. В первую очередь, там несколько ступеней, да, вот, ну, самое такое, первое, главное, это возрастные рамки соблюдать. То есть то, что какому-то возрасту, как это, возможно, допущено, даже не то, что рекомендую, но допущено, часто это перемешано, к сожалению. Речь идет не только о том, на какой возраст рассчитан какой-то фильм, хотя это тоже важно, да, но, в принципе, это вот как раз то, например, какой контент и какие технологии разрешены в каком возрасте. Тоже я не могу выбрать, наверное, на что он первым, ну, как сказать, концентрироваться, потому что там много всего разного, но очень много всего разного, начиная с того, что сколько времени проводит там за экраном каждый, да, что именно он смотрит, что именно он читает, как он себя ведет, допустим, если, ну, вот, нет, маленький пример, родители часто дают ребенку, ну, скажем там, лет 10 девочка, да, даем ей телефон, на, порисуй там в нем что-то такое, а мама пока там по делу поговорит или что сделает, да. В этот момент, ну, вот одна из историй недавнего прошления, да, вот, девочка в этот момент порисовала, порисовала, потом зашла в мессенджере, телефон же уже там работает, включен, да, и ее, значит, добавилось через мамину этот, вайберу в одну из групп, которая, в общем-то, для нее не была предусмотрена, да, вот, ну, как-то это участники там не заметили, не это самое, не аксептировали, и там были такие моменты в этой группе потом обсуждали, с которыми, в общем-то, ребенка травмировали, речь шла не о несовершенной, не о семье, но что-то такое было, что вот она с чем соприкоснулась, ее это травмировало, и потом эту ситуацию решали, то есть это такие маленькие важные штучки, которые, ну, могут быть незаметны, но которые потом такой хвост из них вырастает, с которым приводится многое потом работать, да, это все, конечно, решаемо, но лучше предотвратить вот это вот, да, медиа-этикет и медиагигиена сейчас находятся только на стадии формирования, потому что вот все кинулись, и вот начинает оно всплывать, почему что-то как-то, на что можно обратить внимание, да, вот это хорошая вещь, но пока что дальше пойдем. Так, определенное время для гаджетов, это вообще просто вот просто must have вот всего, да, это должно быть у всей семьи, не просто вот у ребенка самое, а папа с мамой вот так вот ходят по дому и не вылазят отсюда, да, из экрана черного зеркала, да, некоторые решают это так, что, допустим, ставят корзиночку, и на входе, значит, туда все эти свои телефоны складывают, и только там определенное время, там, скажем, два часа, там, вечером, можно там ответить на сообщение, написать, позвонить, там, посмотреть или еще что-то. Некоторые ставят, есть такие технические возможности, когда включается автоматически на определенное время интернет в квартире, скажем так, да, а потом, ну, все, раз и выключился, да. Чем хороши вот такие автоматические ограничения? Пропадает возможность для споров и дискуссий, ну, можно еще или, ну, почему нет, а я не успела, в это время я, там, пил, ел, там, куда-то ходил, смотрел и так далее, да. Вот, все, раз и все, да. Это дисциплинирует в том числе и родители, поверьте мне, это классная совершенно вещь, да, и ты понимаешь, что, ага, вот, ну, все, надо успеть вот в это время, да, все же тебе нужно. А потом уходишь и занимаешься с полной включенностью своей реальной жизнью. Это бесценно просто. Вот, что еще можно посоветовать? Выключенный звукоповещений. Вроде бы просто, ну, это очень хорошая штука. Юлечка, я вижу, уже появилась, мне пора собираться, да, я могу собираться. Когда вас не отвлекает и не блинкает, то вы, значит, на это не отвлекаетесь, да. Целевое использование. Если у вас есть определенное время на гаджеты в течение дня, то вы себе пишите, мне надо сделать это, сделать это, и вы тогда не уходите в другие по гиперссылкам, в другие активности. И, в общем, сделал дело, ушел. И цифровой детокс – это время от времени на 2-3 дня, на 10 дней, на сколько-то вообще убирать цифровые технологии и включаться в реальность. Это вот самое такое базовое, что можно посоветовать. Ну, про мою деятельность я уже не успеваю рассказать, да? Вот про то, что… Расскажем минутку еще. Тогда мы скаемся, потом вопросы. Что убила, это почему-то наша деятельность. Потому что это не только я сама занимаюсь, это сюда речь идет и о всех тех учениках, которые у меня занимаются, и о всех тех родителях, которые приходят, приводят детей, и о всех тех школ, с которыми я сотрудничаю, и у всех тех взрослых, которые приходят на наши занятия, в опшопы и так далее, да. Что касается детей, то есть первое базовое, что я считаю, в детстве – это развитие творчества, да, обязательно, да. Вот у нас в нашей креатив-студии, вот мы там раз в учебный год делаем такие итоговые книжки, это творческое развитие, то есть, по сути, как арт-терапия с созданием различных арт-объектов. Это в мини-группах с 3 до 12 лет. Это, любимые мои, дорогие, это моя частная инициатива, да. Дальше, медиа-креатив. Это школьные проекты 12-16 лет, которые я сотрудничаю с школами. Для меня это большая честь, потому что не каждый получает эту возможность. Я очень рада, да. Вот как пример, например, мы делаем с школьниками медиагазета такая. Это напечатанный вариант, но все это есть у них онлайн на сайте. То есть их аналоговое цифровое творчество, обязательно аналоговое, в том числе и в первую очередь, да, мы, значит, проводим это все тематизированно и потом оформляем арт-продукты, да. Вот дальше это у нас есть арт-терапия в мини-группах для взрослых и для детей тоже. Вот дальше у нас есть антивиртуал. Это вот такая у меня программа, вот книжечка к ней, да, для домашнего семейного проведения, то есть без меня за руку, а сами, да, когда родители и ребенок вместе создают обалденные арт-продукты на равных, да, и вот снимается вот эта зависимость, а переходит цифра в инструмент. И самое главное, что я хочу сказать, да, что будущее элита цифровой эпохи это те, которые не роботы. Что значит не роботы? Те, кто потребители контента, просто в путь, ну, просто потребители. Это идеальные личности для манипулирования, да. То есть это будет громадное число, ну, уже есть, да, нашего населения, вот. Но они все-таки более комфортное мышление. Они, к сожалению, не все живут своей жизнью, кому-то хотелось бы другого. И, в общем, это печальный такой момент, да. Вот. Те, кто способен быть автором объемных концепций, своей жизни, неожиданных идей, это вот те, за которыми успех, неважно, будут они заниматься созданием каких-то авторских продуктов или будут они жить своей жизнью. В общем, это такое четкое разделение, тенденция уже сейчас есть, и дальше она будет только усиливаться. Какие нужны качества? Ну, для будущей элиты, ну, и для каждого, да. Креативность на первом месте. Это умение создавать что-то из того, что у тебя есть новое, чего до этого у тебя не было. Воображение – это просто бесценный момент, который должен быть развит. Это навык, который развивается, и у которого есть отрождение у каждого, его просто нужно не забить. Общение вживую – это самое такое вот тоже ценное, базовое, без коммуникаций, не заменит ничего другого, кроме общения вживую. Это вот эти моменты волшебства личного преследствия, критическое мышление и системный подход к чему бы то ни было. Вкратце, буквально пять таких открыточек плакатов, значит, базовых таких плакатов, сыровой эпохи. Сочинить сначала, придумай, а потом уже гигитализируй. Как и Стив Джобс тоже советовал. На салфетке нарисуй, а потом это оцепровывай, да. Дальше. Будь творцом, да. Не бояться делать ошибки, не бояться быть собой, но для этого надо себя узнать до этого в детстве. И потом уже творить такими инструментами, которые предоставляет возможность. Бабушка, будь продвинутым пользователем. Имеется в виду не только бабушка, а каждый, который пользуется технологиями. Если вы чем-то пользуетесь, это, кстати, тоже один из принципов вальдорфских, вальдорфских пещерей, знай, как оно работает. Не надо знать прям подробности кода, но принцип функционера, чтобы осознанно использовать, это тоже обязательно. Антивиртуал книги – это то, что развивает воображение. Без очков не вижу. Вселенную твоего внутреннего мира. Ну, это та вселенная, это виртуальность, которая не заменит никто ничего. И последняя открыточка – плакат «Воображение разовет цепи конформизма». Вот, то есть творчество, инструмент технологии, просто как инструмент, и ожидает на сердце. Аленушка, я вынуждена тебя все-таки остановить. Я знаю, что у нас спикеры готовы говорить часами. Я сегодня веду такую неприглядную функцию их останавливать. Поэтому у меня есть несколько вопросов, на которые я попрошу так коротко, точечно отметить. Во-первых, просят повторить название фильма. Название фильма? Я не помню название точно, но если вы в поисковой системе ведете «Дудь», «Кремниевая долина», то вам выдаст вот этот фильм на три часа. Сейчас. Супер. Хорошо. Такой вопрос. Просят сказать несколько слов о социальных сетях в жизни школьников. Социальные сети в жизни школьника. Если в его среде эта норма, где они общаются, и он действительно что-то ценное там потеряет, то желательно школьнику в соответствии с его возрастом, то есть не маленькому совершенно, дать возможность в этих сетях все-таки общаться. Потому что тоже бывает, я вижу такие примеры, когда родители говорят, что нет, категорически нет, ты не будешь, а в этой социальной сети в его компании, среде, сфере проходит что-то важное, что он упускает. Там даже про учебу бывает, и все остальное. То есть грамотно подходить из расчета ситуации, но чтобы это не пожирало. И главный момент, если есть виртуальное общение, я его категорически, настоятельно рекомендую развиртуализировать и всегда встречаться в реале в том числе, потому что там последствия такие, что бывает, замена образа товарища. Ну, в общем, обязательно, если оно есть, дополнять и усиливать реальным общением. С теми же, может быть, с кем он общается. Алена, и еще такой вопрос. Метод Монте-Сори стоит на позиции свободы выбора ребенка, и наши слушатели спрашивают, как вписать свободу выбора ребенком контента в то, что взрослый все же это контролирует, что в любом случае происходит навязывание мнения. Пусть я прошу Алену ответить, а потом я добавлю еще от себя. В свободе выбора в вопросе уже заключается ответ. Выбор из чего? То есть, ну, это роль взрослого. Этот выбор ограничить тем, что ребенку можно показывать. Потому что, если просто бросить в море интернета, выбор может оказаться просто ужасающим. То есть, это то, что касается медиагигиены. Это если про контент. Если про временные рамки, вот свободы выбора, а вот хочу больше и все остальное, то это, знаете, как уже вот, а я хочу есть одни конфеты. значит, надо объяснить, какие будут последствия. Не очень здорово. Даже мультик есть на эту тему. Недавно мне одно дитё показало смешарики какая-то из серии показывает, если ты будешь много играть, то какое-то, в общем, с тобой нехорошее, что случится. Они приезжали и рассказали, а ты знаешь, что много вредно играть? Говорит, ну, вообще мне надо играть в вашем образе. Вот так выбор всё равно это детерминирован чем-то. Я хочу тоже, наверное, обращаясь к Монтусори педагогам, сказать, что мы должны не забывать, что мы детям не даём свободу, мы даём ощущение свободы, потому что они свободны в выборе того, что предложено их в рамках класса, а не всего выбора, который есть в мире. Я думаю, что с виртуальным миром должна происходить подобная вещь, и чем младше ребёнок, тем меньшее количество для выбора ему должно быть предоставлено, потому что безопасность, здоровье детей остаются ответственностью родителей вне зависимости от того, сколько свободы мы хотим дать. Я благодарю. По-моему, и взрослых касается. Мы выбираем из того, из чего мы можем выбрать. Я благодарю Алёну, очень ценной была её табличка, я даже разместила её у себя в социальной сети, потому что это действительно важно, и хотя я по-другому немножко даю расчёт, но родители хотят привязаться к каким-то цифрам, от чего отталкиваться, я думаю, что это им будет прекрасной помощью в этом. Я благодарю Алёну за прекрасный наш мастер-класс, надеюсь, что мы ещё встретимся в других проектах, и благодарю. Большое спасибо. Здравствуйте. И хочу всем участникам, да, мы продолжаем, у нас сейчас будет короткий перерыв, перед перерывом традиционно несколько слов о следующем курсе. Хочу сказать, что каждый октябрь у нас, да, каждый октябрь у нас начинаются такие базовые курсы, которые помогают Монте-Сори сообществу получать новых Монте-Сори педагогов. Два самых базовых курса Межрегионального информационного центра, об одном из них расскажу позже. Первый курс это обучение тоддлеров по методу Монте-Сори, да, этот курс проходит очно-заочно, очная встреча одна-четыре дня, все остальные встречи у нас проходят через онлайн-встречи, и это полный исчерпывающий курс о воспитании, развитии детей до трех лет по методу Монте-Сори. Поэтому все, кому это важно, кому это интересно, я хочу обратить ваше внимание, что, конечно, на всех мероприятиях всегда есть какие-то особые подарки для наших слушателей, и подарком этой встречи будет то, что базовые курсы это ассистентский курс, курс 03 и курс 36, те, кто сегодня участвуют в Монте-Фесте, смогут получить скидку 20%. Это большая скидка для больших курсов, поэтому подумайте и воспользуйтесь те, для кого это актуально. Во всех остальных курсах у нас есть понятие раннего бронирования, среднего и позднего, и раннее бронирование идет до 1 июня, Мариночка, еще пока рано, можешь пока еще 5 минут у тебя есть, у нас сейчас перерыв будет еще, вот, да, и поэтому для кого это важно, ценно, воспользуйтесь возможностью сейчас бронирования по самым низким ценам любых наших курсов. И у нас сейчас 4 минуты перерыва, и мы будем представлять следующего тренера, у нас немножко затянулся предыдущее выступление, поэтому 4 минутки терпения. Продолжение следует...